Здравствуйте, дорогие подписчики! Меня зовут Сапегу Павел Эдуардович. Я врач-устылпат, психотерапевт. Последние годы помогаю и женщинам, и мужчинам восстановить свое здоровье и душевное, и телесное, естественными способами. И в этом видео я дам вам ответы на некоторые вопросы, касающиеся лечения акне, прыщей, ну и вообще плохого состояния кожи. На консультациях, тренингах и в курсах по обратной связи женщины часто задают такие вопросы. Мне назначили оральные контрацептивы для улучшения кожи. Что мне делать? Я хочу перестать бросить пить оральные контрацептивы, потому что плохо себя чувствую, но я боюсь, а вдруг прыщи вернутся? Да, сегодня гормональная терапия при проблемной коже почему-то считается эффективной. Да, иногда это дает внешний косметический эффект, а иногда не дает. Но поймите главное, самое главное. Гормональные контрацептивы, гормональные таблетки противозачаточные не лечат причину акне, не лечат причину герсутизма, выпадения волос и прочего. Они не восстанавливают ваш гормональный фон и после отмены их к первичной существующей нерешенной проблеме добавляется еще и синдром отмены и общее снижение здоровья и репродуктивного потенциала. Нужно искать ответ на главный вопрос. В чем причина проблема с кожей лица и волос? Чаще всего эти проблемы связаны либо с надпочечниковой, либо с яичниковой гиперандрогенией, то есть повышением мужских половых гормонов. Современная медицина такого рода проблемы не лечит. И уж тем более эти проблемы не лечатся, совершенно не лечатся синтетическими гормонами яичников. Понимаете, дорогие женщины, главная терапия, которая вам действительно поможет, включает в себя изменение образа жизни. Это прежде всего. И главное – изменение питания. Женщинам с проблемной кожей и герсутизмом нужно строго-настрого соблюдать антиандрогенную диету, в которой запрещены углеводы, полностью запрещены молочные продукты, кроме сливочного масла, запрещены много животных жиров. Можно только постное мясо раз в день и продукты с гликемическим индексом, индексом меньше 50. Из сладкого можно фруктозу, соки без сахара, крупы. Нельзя бананы, виноград, картофель. Категорически запрещено все сладкое и вся кондитерская и хлебобулочная продукция. Ничего жареного. Жиры после термической обработки повышают андрогены. Также нельзя шашлыки и пиво, и летом, и зимой. У женщин пиво повышает андрогены, а у мужчин, наоборот, снижает их. И еще главное, самое главное – забудьте о еде перед сном, на ночь. Также нельзя готовить ничего на белой муке, потому что это дает рост инсулина, а значит растут андрогены. Они всегда идут вверх при нарушении диеты, и в первую очередь страдает кожа. Переменами в питании можно корректировать именно те андрогены, которые влияют только на кожу. Это андростендион и дегидротестостерон. Поймите главное – только диета дает косметический эффект и улучшение кожи лица, потому что восстанавливает конкретно ваш гормональный фон. Кроме диеты, очень важно задуматься о выходе из стрессовых ситуаций и долгого, сознательного или неосознанного психоэмоционального напряжения. Андрогены увеличиваются во время стресса. Это факт. Например, увеличивается выработка дегидротестостерона, а он плохо влияет на кожу. Очень плохо. Повторюсь еще раз. Запомните. Оральные контрацептивы не лечат гиперандрогению. Они вообще ничего не лечат. Наоборот, они добавляют организму стресс и еще больше разбалансируют работу яичников и надпочечников. Поэтому берегите себя. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам счастья. Продолжение следует...